Привет, студент! Готов услышать самые интересные и актуальные новости из жизни Казанского Федерального? Тогда устраивайся поудобнее. Этот выпуск для тебя проведу я, Марина Крылова. Поехали! Первокурсников КФУ посвятили в профессию педагога. Разработки САЕ «Учитель XXI века» вызывают все больше интерес иностранных вузов. Университет управления ТИСБИ отметил юбилей. В Казанском университете произошло знаковое событие, аналогов которому еще не было в истории Альма-Матер. Впервые будущих учителей, обучающихся в вузе, посвятили в выбранную профессию. Чем запомнилась прошедшая акция, расскажет наш корреспондент. Смотрим! Казанскому университету 21 сентября стал особенным днем для всех будущих педагогов Казанского Федерального. Посвящение молодых учителей в профессию впервые проходит в Казанском университете. Так что эта церемония уже положила начало доброй традиции. Торжественную церемонию посвящения студентам первого курса Казанского Федерального университета в учительскую профессию можно считать открытой! Мероприятие собрало не только студентов, но и преподавателей с огромным профессиональным опытом, которым, кстати говоря, им уже не терпится поделиться. А хочешь, я расскажу тебе о других талантливых людях? Конечно хочу, мастер! Тогда идем! Хочу сказать о том, что еще есть прекрасная перспектива стать педагогом, ибо среди людей, не меркнущих профессий, на вечность предъявляющих права учителям, как вдохновенным песням, жить на земле, пока земля жива. Поздравляю всех! Инициатором проведения столь важной для начинающих школьных преподавателей акции стал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. По его мнению, молодых педагогов, которые приняли решение посвятить свою жизнь детям в школе и поступили в КФУ на обучение по направлению педагогика, необходимо всесторонне поддерживать. Как было сказано, какое зерно мы посеем, это зерно даст хорошие плоды. А плоды получает человечество из детских садов, из школ. И вот какие выпускники нашего университета, получив образование, компетенции в стенах КФУ, придут в школу, во многом зависит от всех нас. Также в акции приняли участие такие важные гости, как заместитель министра по образованию и науке Республики Татарстан, помощник президента республики, заслуженные учителя школы и администрация лицеев КФУ. Слова напутствия от первых лиц города чередовались с концертными номерами. Подарком для гостей праздника стали эстрадные композиции, стихи и танцы в исполнении студентов КФУ. И в продолжении темы о педагогах. Одним из приоритетных направлений Казанского федерального университета является САЕ «Учитель XXI века». К работе над проектом подключаются различные институты Казанского университета. И у каждого из них есть что сказать о проблеме образования. В рамках САЕ «Учитель XXI века» также реализуются международные проекты и исследования. Подробности в сюжете Анны Глазуновой. Над вопросом, каким должен быть учитель XXI века, задумываются многие. Казанский федеральный университет является своего рода экспериментальной площадкой по разработке и внедрению нового содержания педагогического образования в России. Необходимо сформировать новую модель учителя, не только профессионально компетентного, конкурентоспособного, но и высоконравственного, готового к творческой деятельности. Профессия учителя является действительно профессией вечной, профессией востребованной всегда и очень и очень актуальной. Одним из приоритетных направлений Казанского федерального университета является САЕ «Учитель XXI века». Непрерывность обучения на протяжении всей жизни человека – долгосрочная стратегия университета. IT-лицей. Лицей имени Лобачевского. Бакалавриат, магистратура, аспирантура. Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского университета. И университет третьего возраста. Преимуществом университета также является практикоориентированный подход обучения. В центре магистратуры, пройдя обучение в новых лабораторных классах, выпускник сможет сразу же приступить к практическим занятиям с учениками в школе и вузе. Распределенная подготовка будущих учителей в научно-образовательных структурах классического университета с химиками, физиками, математиками и другими направлениями дает более фундаментальное образование, нежели образование в специализированных вузах, где оно дается только в рамках специальности педагогика. Решая задачи внутри этой стратегической академической единицы, конечно же, мы задавались вопросом, а что происходит за рубежом у наших коллег? Как осуществляется подготовка учителя? Какие проблемы встают перед ними? В связи с этим в рамках САЕ учитель 21 века были организованы международные сетевые исследования. Один из таких проектов начал свою реализацию в Университете Оксфорда и Университете штата Мичиган, объединив 10 университетов мира по исследованиям эффективное обучение учителей будущего. Это исследование идет уже в течение 4 лет. Уже в начатое исследование нас пригласили наши коллеги из Оксфордского университета, в частности, профессор Иэн Ментер, который является руководителем САЕ учитель 21 века. Сейчас готовятся к выпуску коллективной монографии о том, как обучать будущих учителей эффективному преподаванию. Такие совместные сетевые исследования с ведущими университетами мира выводят Казанский федеральный университет в топ мировой педагогической науке, формируя новые тренды и направления в этой области. Анна Глазунова, Универньюз. 21 сентября Университет управления ТИСБИ отметил 25-летний юбилей. Как университет празднует свой день рождения и кто у них в гостях, узнаем в следующем сюжете. 21 сентября Университет управления ТИСБИ отметил 25-летний юбилей со дня основания. Госпожа Букова, генеральный директор ЮНЕСКО, специально прислала поздравления и тоже свое приветствие на сегодняшнее мероприятие. По инициативе Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО юбилей университета совмещен с празднованием 25-летия международной программы ЮНЕСКО-УНИТВИН. В связи с этим в большом актовом зале Университета управления ТИСБИ состоялся международный форум ЮНЕСКО «Образование-2030. Новая концепция развития». Мероприятие, посвященное 25-летию Университета управления ТИСБИ, прошло с участием большого количества почетных гостей, среди которых был первый президент Республики Татарстан Ментимер Шарипович Аймиев и ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Арджоникидзе Григорий Эдуардович. Общее образовательное поле для того, чтобы им пользовались все студенты. Студенты не только нашего университета, но и других университетов и школ ЮНЕСКО. 22 сентября планируется продолжение международного форума в формате практических занятий и мастер-классов от знаковых персон и профессионалов области образования и науки. Лилия Кашварова, Олег Апочаев, Универ Ньюс. Центр романских языков приглашает на свои образовательные программы. Какие изменения произошли и что за преимущество открывает обучение – все подробности в следующем сюжете. В этом году в Казанском федеральном университете на базе Центра французского языка открыли Центр романских языков. Начало занятий уже 1 октября. В конце курса выдается сертификат о пройденном курсе и указывается уровень, который вы получили. А1, А2, указывается уровень. Есть возможность повышения квалификации. Есть возможность повышения квалификации. Несмотря на то, что призванным языком международного общения сегодня является английский, французский не торопится уступать ему свои позиции. Ведь на нем разговаривают не только во Франции, но еще во многих государствах мира. Кроме того, традиционно это язык дипломатии. Испанский язык становится все более распространенным даже в англоговорящих странах. Существует программа студенческого обмена. Например, во Франции университет Теналько. Между нашим университетом, Казанским федеральным университетом и университетом во Франции существует программа студенческого обмена. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Будь в курсе с Универ Ньюс. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok